Музыка Стильные мамочки мечтают, чтобы дети тоже были стильными и модными. А их детки делают несуразные прически, одевают шпильки и платформу и дефилируют перед зеркалом маминых нарядов. Здравствуйте! С вами программа «Модники и модницы» и ее ведущие Эля Масинникова и Аннетта Вотман. Телемилитриамзия – это маленький островок детства, где вы сможете окунуться в волшебную атмосферу доброй сказки. Яркие и веселые расцветки, модный и актуальный дизайн смогут удовлетворить запросы самовзыскательных модников и модниц. Ждем вас ежедневно с 10 до 20.00. Сегодня модные дома создают детскую одежду, которая точь-в-точь похожа на взрослую. Да, я с тобой согласна. Сегодня мы на ребятах это, в принципе, покажем. Мы затронули такие тренды, как кэжулы, как хипстеры, как винтаж и также это глам-рок. Говорить о джинсовой одежде как о тренде уже нельзя. Джинсы стали частью нашей культуры. Мне очень нравится, когда сочетают джинсовую куртку и винтажную юбку. Да, мы как раз показали это на девочке Лилиане. Для Лилианы мы подобрали сегодняшний лук «Поход в кафе». Он довольно-таки минималистичный, но по существу. Что именно? Это винтажная юбочка с довольно-таки обширной оборкой, плавно переходящая в джинсовую курточку. Что всегда остается актуально для любого вечера. Куртку мы украшаем винтажным украшением. И все вместе наш образ заполняет это довольно-таки объемная пушистая коса. Мне очень понравилось, что роза на юбочке повторяется в качестве аксессуара на джинсовой курточке. Да, это такой своего рода был хендмейд, хотя это была, в принципе, повязка для головы. Почему нет? Мы всегда можем использовать подручные средства. Особенно, когда дело касается детей. Дима, скажи, пожалуйста, кем ты хочешь стать? Фобор весь. Я с фобор. Модным парнишкам дизайнер предлагает сочетать вельветовые брюки или джинсы с классическим пиджаком или джемпером. Да, это как раз яркий пример нашего Дмитрия. Дмитрий у нас сегодня одет в тренде. Это стиль хипстера. Он полностью заполняет улицы нашего города, если вы посмотрите на нынешнюю молодежь. Я думаю, что детишек, так как они любят подражать взрослым, это также актуально. Обратите внимание, это рубашка, пиджак, как будто мы достали сундучка нашего дедушки. Также использование бабочек, что сейчас тоже очень актуально. И яркое представление данного стиля. Зауженные джинсы и как раз слегка потрепанные кеды. В детской моде повторяются не только стили, но и цвета. Особенно актуальны черный и белый цвет. Чтобы они не были скучными, разбавлены яркими оттенками. Да, это как раз мы преследуем эту тему. Это глам-рок. Подходит он как для прогулки вечером с родителями. Также и посещение какого-либо кафе, парка, любого такого рода мероприятия. Использовали мы здесь гетры, переходящие в серые ботиночки, усыпанные стразами. Также, как же не забыть, для девочки это розовую юбочку. Оформлена оборками. У нас кожаная курточка, также объемный шарф и миниатюрная шапочка с акцентом бантика. Все это олицетворяет как раз глам-рок. Ксения, тебе нравится подобранный образ? Да. Сочетание кожаной куртки, которая черного цвета, серые оттенки гетер, шарф, шапочка. Но в то же время у нас преобладание юбки фуксии, да, розовой. Не надо забывать, что ребенок остается ребенком, тем более девочка. Сейчас очень актуален красный цвет и все его оттенки. Как раз мы это видим на модели Виктории. Это стиль casual и используются оттенки красного. Какой стиль ты выбираешь себе, когда идешь с мамой в магазин? Ну, летом, к примеру, я делаю там юбочку или какую-нибудь мальчику и сверху какую-нибудь накидку. В Виктории мы подобрали стиль casual. И на повседневную жизнь это для того, чтобы прогуляться в парке, сходить с мамой по магазинам и просто комфортно себя чувствовать. Что больше тебе нравится для нашего комплекта? Станечку. Скажи, Вика, какая у тебя мечта? Стать моделью. Я хочу, ну, стать маминой помощницей. Дети. Я хочу мечтать артисткой. Электролик. Электролик. Но образ будет неполным без прически. Впереди наша рубрика «Прически», которую мы будем снимать в клубе красоты Анетты Уотман. А мы сейчас в студии. У нас наша модель Мария. Мы покажем сегодня мамам, как сделать экспресс-прическу ребенку. Эль, смотри. Мы разделяем нашу голову на зоны от уха до уха. И закрепляем заколочку, чтобы нам пока не мешались. Вся концепция прически у нас будет строиться ближе к клубной зоне, то есть где-то вот здесь. И будет эффект такой цветом. Вот. Вот эту часть у тебя есть зажим, чтобы он нам пока не мешался. Мы аккуратно перевалим сюда, чтобы на личико. И смотри, ручки мы обработали воском, да? Взяла? Мы начинаем ближе к росту волос запучивать такой легкий, не тугой жгут. Закончили жгут, да? Не тугой Эль. И разлохмать ее из серединки берем такой волосик. И мы тянем этот жгут. Видишь, из-за того, что он у меня такой легкий, не натянутый, у меня выстраивается уже какая-то концепция. И мы начинаем выстраивать цветы. Мы продолжаем так же отделять. Прическа занимает у нас 10 минут. Данную прическу можно делать как для детей, так и для взрослых. Я делаю второй висок. И хочется почему-то сделать ее более симметрично. То есть у нас будет эффект здесь и эффект здесь. И я приступаю, в принципе, к затылочной части. Единственное, что я буду делать довольно-таки объемный цветок, так как у нас идет от уменьшения, да, к более объемному, объемной форме. Из-за этого я сначала, так как у меня жгут будет довольно-таки объемный, я закреплю его шпилькой сначала, для того, чтобы он у меня по пути не раскрепался. Эля, я сейчас подойду и тебе все помогу сделать. Эля, вот же получается все. Просто надо правильно ее теперь поймать в форму. Все, закрепляем лаком. Ну вот, мы закончили нашу притеску. У нас Мария получилась более торжественной. В принципе, мы преследовали эту цель. А Ванессе мы предложим такие маленькие пиончики, что очень хорошо разбавит ее образ и придаст еще более миловидности. И у нас создается такой эффект ободка. Такая деревенская аристократия. Наша программа подошла к концу. Будьте модными. И оставайтесь в тренде. Стиль ведущих представлен клубом красоты Анетты Уотман. Телефон 8-927-348-70-72 Подписывайтесь на наш канал.